Девушки отдыхают Всем привет! С вами снова я, Алена Блин. И вы смотрите, я уверена, долгожданный вами выпуск новостей «Алена Блин говорит». Мы сегодня будем говорить, мыть кости, обсуждать то и сделать то, что все так обожаем. Поехали! А начнем мы с радостной новости. Ольгу Бузову снова позвали замуж. На съемках нового шоу ТНТ ей при всех сделали предложение руки и сердца, и что там еще нынче предлагают мужчины. Потенциальный жених родом из Армении, и судя по размеру подаренного Ольге Кольца, его финансы не поют романсы, с ними все хорошо. А я надеюсь, что и там с остальными важными для настоящего мужчины размерами тоже. Словом, очень хочется уже погулять на свадьбе Оли в Ереване или в Москве. Набрать в легкие побольше воздуха, крикнуть со всей дури «Горько!» и хлопнуть коньяка. Кстати, все помнят, как два года назад в студии у Губерниева беседа перешла от обсуждения футбольной сборной России к вопросу, принимает ли Бузова коньяк по утрам. Потом было публичное примирение, когда комментатор пришел к Оле с букетом цветов, упаковкой конфет с коньяком и тремя книжками Астрид Лингрен почему-то. Он тоже понял, что Бузова – девушка хоть куда. Жаль, что ее потерял футболист Тарасов, брак с которым продлился четыре года. И даже обидно, что восьмой год после ее развода идет, а она все еще отдается не мужчине, а работе. Клипы, песни, концерты. Есть такой умный термин – сублимация. Его дедушка Фрейд описал подробно. Это когда нерастраченная сексуальная энергия выплескивается в творчестве. Так вот, Оля, как мне кажется, ярчайшая иллюстрация. Словом, держим за Ольгу пальцы, руки, ног всей страной. Кстати, на днях в Москву накрыл мощнейший снежный циклон. И назывался он Ольга. За день сугробы выросли в три раза. Итог пробки – восемь баллов. Я почему-то сравниваю его с Бузовой, которая тоже Ольга. Она тоже парализует движение и переключает на себя все внимание, стоит ей где-то появиться. Следующей новостью про Курбана Амарова. Продолжим говорить про дела любовные. Бывший муж Ксении Бородиной тоже сделал предложение девушке, которая аж на 20 лет его младше. Как говорила дива Голливуда Мэй Уэст – крестная мать голых платьев. Все отвергнутые любовники должны иметь право на вторую попытку с кем-нибудь другим. Верю, что Валерия, так зовут Зазнову Курбана, полюбила этого знойного дагестанского бизнесмена за большую душу, а также за глубокие чувства и проникновенные беседы. Вы читали, какие он пишет книжки с советами по общению с противоположным полом? У него даже были курсы, с помощью которых он монетизировал свой опыт построения идеальной семьи. Правда, про его прежний брак теперь уже бывшая жена Бородина и вспоминать не хочет. Ну так я сейчас напомню. Процитирую Ксюшу. Напомню, что телеведущая даже наняла частного детектива, чтобы следить за мужем, хотя впору бы следить за ней самой. Представляю, как натерпелся Курбан с такой женой. Напомню, кстати, что бывший муж Ксюши уже предлагал Лере стать его женой. Дело было в прошлом году, на 8 марта, аккурат в день рождения Бородиной. А сам он уже прежде был женат на девушке, которая даже родила от него сына Амара. Так что очередной брак может стать для Курбана уже третьим. Хотя, как говорил Ницше, если бы супруги не жили вместе, удачные браки встречались бы чаще. Ну а мы едем дальше. Клаву Коку, кажется, все-таки пронзила стрела Амура. Певица решила съехаться со своим возлюбленным, с победителем телешоу «Сердце Клавы», моделью и блогером Александром Поверином. Артистка встречается с ним с прошлого года, хотя, зная характер Клавы, с ней день за два. Однако на сближении с ним решилась только сейчас. На следующей неделе как раз полностью съедемся. Давно собирались, но вот все некогда. То в путешествии были, то работы было слишком много. Так что попробуем выйти на новый этап, говорит Клава. Интересно, как на это посмотрят ее бывшие. Ведь первый бойфренд звезды Дмитрий Курышкин получил отворот-поворот спустя пять лет отношений с Клавой. Потом много писали про роман Коки с Дмитрием Гордеем. А еще про скольких ухажеров мы не знаем. Кстати, я вспоминаю про конфликт Клавы Коки с Ириной Аллегровой. Девушка, скажите, а вы для чего поете и для кого? Помимо того, что музыка – это смысл вашей жизни, вы должны что-то дать со сцены такое, что нужно зрителям. Так поучала как-то юную звезду императрица российской эстрады. Сама Ирина Александровна, напомню, была в официальном браке четыре раза. Так что Коки есть чему поучиться у знаменитой коллеги не только в вокале, но и в отношениях с мужчинами. Интересно, кстати, что бойфренд Коки уже вовсю выстраивает границы и даже выражает недовольство тем, что его избранница публикует пляжные фото в купальнике. То ли еще будет Клава, еще начнешь ему борщи варить, носки шить и футбол вместе с ним смотреть. Ну а что еще остается, когда концерты Клавы Коки начали отменять? Только что власти Эстонии запретили проведение сольника Клавдии Высоковой, так на самом деле зовут Коку, в Таллине, который был запланирован на 29 марта. Якобы эта хрупкая 27-летняя девушка представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности целой страны с населением 1,3 млн человек. В итоге Клаве закрыли въезд в Эстонию аж до 2027 года. Ну и пусть там своих анивески и теннисы мяги слушают. А он жив еще. Ну а мы с вами завершим раздел «Семья и брак» новостью про предпринимателя Игоря Вдовина. Это бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой. И он снова скоро станет папой. Балерина, правда, не перестает его поливать грязью. Она вообще кому-нибудь не поливает грязью? В интервью обвиняют его в долгах. Ну да пока не о ней речь. Короче, этот вдовин в свои 59 лет решил жениться. А его невесте, журналистке Елене Николаевой, только 38. Молодка. Но оба еще в самом соку, надо думать. И уже растят сынишку. Так что в этом году у дочери Волочковой появится единокровный братик или сестричка. Кстати, на няньке для малыша можно сэкономить. Ариша вполне может ее заменить. Ведь она предпочитает жить не с матерью, а со своей мачехой. Вот умеет же строить Волочковые отношения. Может оно и к лучшему. У матери это то понос, то золотуха, то джигурда, то шаляпин, то мальдивы, то елочка. Видимо, поэтому отношения рядны с маман прямо скажем так себе. Как вы помните, наследница балерины даже не хотела видеть ее в школе на последнем звонке. Да и на выпускной бал. Девушка тоже попросила мать не приходить. Тогда Волочкова смертно обиделась на дочь и попросила помощи у народа. Мол, как мне быть? Она была уверена, что все это происки вдовина и его новой зазнобы. Настя тогда говорила, не я плохая мать, а они науськали Аришу. Науськали, ну роди себе новую дочь и науськивай ее сама и посмотрим, что из нее вырастет. А мы продолжаем выпуск новостью про Елену Блиновскую, которая теперь марафонит в местах не столь отдаленных. Если конкретно в столичном СИЗО номер 6 в Печатниках. Кстати, тут стало известно, с кем Блиновская делит нары. Королеву желание перевели из карантинной камеры на 20 человек в обычную четырехместную. Ее соседки там, прикиньте, доктор и кандидат наук. Оказалось, что такое соседство не случайное. В изоляторе специально селят так, чтобы между соседями не возникало конфликтов. А то ведь такие бывают матерые уголовницы, что патлы могут выдрать, пасть порвать или моргало выколоть. По правилам, те, кто впервые попал в места лишения свободы, не сажают к рецидивистам. Известно, что соседки Блиновской по камере тоже не из бедных, поэтому и условия там соответствующие. В камере есть телевизор, холодильник и душ. В самом СИЗО помимо спортзала имеется салон красоты, куда можно пойти на стрижку, окрашивание, маникюр, педикюр, сделать шелак. Правда, зачем он нужен в тюрьме? Да и питается обвиняемое в неуплате налогов и отмывании средств Блиновская далеко не баландой. А что такое баланда? Что это? Баланда, горная баланда. Короче, за деньги Блиновская может заказать себе вполне мишленовский обед, который включает в себя салат, итальянскую пасту, фокаччо с морской солью и уху по-царски. Я не шучу, там правда такое меню. Словом, за Блиновскую мы все можем быть спокойны. Она не отощает на казенных харчах. Одно плохо, свидание с мужем и даже звонки там под запретом. Так что не узнает Алексей Блиновский лично, как шикарно устроилась его королева на новом месте и какие паровые котлетки из говядины с брокколи ей там подают. Тем более Блиновскому вообще сейчас не до этого. Как пишут, он объявил себя банкротом и спешно ищет хоть какие-то деньги, чтобы заплатить эти чертовы налоги. Напомню, полтора миллиарда рублей должна Елена Блиновская государству и долг каждый день только растет на полмиллиона. А вот любовь Николая Баскова не продается. Оказалось, что фанатки часто предлагают золотому голосу России любые деньги за ночь. И про это моя следующая новость. Коля, как вы знаете, завидный холостяк. К 47 годам женат был только раз и так давно, что все забыли. И он уже сам забыл. А я напомню, что это была Светлана Шпигель, которая даже родила Коле сынишку. А тестем Коли, кстати, был великий и могучий сенатор Борис Шпигель. Но в конце января от могущества Шпигеля не осталось и следа. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима за дачу взятки в особо крупном размере. Заодно оштрафовали на 450 миллионов рублей и лишили всех наград. Шпигель в последнем своем слове заявил суду, что такой срок станет для него смертным приговором. Вот так рушатся империи. Но довернусь к Баскову, который уже давно не имеет к Шпигелю никакого отношения. Так вот, многие неудовлетворенные барышни умудряются ловить его в гостиницах и за кулисами, откуда-то доставать его номер телефона, строчить послание, предлагая заплатить за несколько часов наедине. Но Коля даже сейчас, когда концертов не так много, не соглашается. Кремень, а не мужик. Деньги сами плывут в руки, но он говорит, что зарабатывает только горлом и другие части тела не продает. Он же не галушка какая-то в самом деле. А недавно и вовсе произошел дикий случай. Одна богатая поклонница хотела зачать ребенка от Баскова. Вот так раньше мужчины платили женщинам, а теперь наоборот. О времена, о нравы. Но Басков тогда отказался, пояснив, что с брюнетками у него не очень. И заводят его только блондинки. Фанатка пообещала перекраситься. Но все равно доступа к телу звезды не получила. Как говорится, я бы ему еще раз дала, если бы он первый раз взял. Естественно, по мнению Баскова, подобное поведение со стороны поклонниц это помешательство. Я тоже так считаю. Но бабу, конечно, жалко. Так старалась. Может, все-таки дело не в цвете волос. Ведь все красивые женщины похожи друг на друга. Каждая некрасивая страшна по-своему. Ох, не хотела я лишний раз трогать старых знакомых, но Катя Лель снова доставляет. Певица уже пять лет твердит, что в возрасте 16 лет в Нальчике инопланетяне пришли к ней домой, забрали на корабль и лишили трех зубов. Кстати, это было в нашем с ней интервью. Так вот, там Катя рассказывала про то, что пришельцы хранят костное образование людей в собственной картотеке. Зачем кому-то зубы Кати Лель, спросите вы? Оказывается, они содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке. Но тут, конечно, спорить с наукой я не буду. А если там пломба или винир? Инопланетяне что, выбирают, какие зубы забирать? Именно инопланетным вторжением, объясняет Катя наличие у себя во рту имплантов. Классная тема, кстати, буду всем тоже так говорить. Многие крутили у виска, мол, Катя совсем уже муси-пуси или джага-джага. И только Лера Кудрявцева не судит певицу строго. Добрая девочка. Все смеются над Катей, а я вот думаю, с чего это вы так уверены, что она бред говорит, рассуждает Кудрявцева. Она тоже сомневается, что мы одиноки во вселенной. Кстати, раз уж я вспомнила про Леру Кудрявцеву, то вернусь к новости из прошлого выпуска. Я рассказывала вам, как у телеведущей сдали нервы, и она плеснула водой в лицо героине ток-шоу. Матери, которая бросила своего ребенка, оставив его в туалете. Так вот, старый друг Кудрявцева, Атар Кушанашвили, внезапно молчать не стал. Кошмар, такое неприемлемо, сказал он после казуса в студии. По его мнению, Лера переборщила, и уважение к ней у россиян упало. Правда, потом Атар также внезапно остыл, и теперь вовсю просит у Леры прощения. Но мне кажется, она его не простит. Ну а мы идем дальше. В прошлых выпусках мы уже обсуждали отмены концертов Кристины Арбакайте. Ее не увидят и не услышат в Красноярске, Иркутске, Братске, Новосибирске, Улан-Удэ, Чите и Хабаровске. Мэр Владивостока тоже настоятельно советовал не проводить концерт, и его в итоге тоже отменили. Состоится ли сольник Арбакайте в Петербурге 3 марта – большой вопрос. Активисты очень стараются всю малину Кристине изгадить. Но оказалось, все это даже на руку Арбакайте, ведь она везде получила 50-процентную предоплату, которую не обязана возвращать при отмене концерта не по своей вине. Сольники Кристины не состоятся уже в десятке городов. А если учесть, что гонорар певицы составляет около 5 миллионов рублей за выступление, то получается, что она стала богаче примерно на 25 мультов. При этом из дома выходить не надо. Не жизнь, а малина. Тоже так хочу. Но поскольку не только Кремль, но и районные ДК Кристине пока не светят, она решила петь в кабаках. Да-да, я тут увидела афишу выступления Арбакайте в московском баре. Билеты, кстати, нехило так стоят. От 9 до 18 тысяч. Еда и алкоголь за отдельную плату. То есть все будут пить, жрать, а Кристина в это время такая «Губки бантиком, бровки домиком». Я тут прикинула на досуге, умножила число мест в зале на цену билетов и поняла, что Кристина может за вечер заработать около полутора миллионов рублей. Как говорится, не только на доширак хватит, но и пенсионерку мать с детьми малыми от цепких рук голода спасет. А у нас на очереди новость про Бьянку. Представьте себе, певицу попытались похитить. Практически котелились инопланетянами. Произошло все после посещения салона красоты в центре Москвы. На Бьянку напал неизвестный с палкой. Вот свинья какая. Может, на красивые ногти звезды позарился? Мужчина, по словам Бьянки, дергал ее за руку и настойчиво уговаривал сесть к нему в машину. При этом она кричала так, что слышали за МКАДом. В итоге на этот адский крик выбежала сотрудница салона и отбила только что от маникюренную ей уже звезду. Несмотря на испуг, Бьянка запомнила приметы нападавшего. Рост около двух метров, темный пуховик, лицо походит на чикатило. Вам никого не напоминает? Зацепок у полиции пока нет. У нас таких типов полгорода ходит. Но мне Бьянку жаль. Я думала, такие истории из 90-х давно в прошлом. Возможно, кстати, нападавший узнал, что Бьянка скоро станет богаче на 50 миллионов рублей. Но в реальности никаких денег певица пока не видела. Она лишь подсчитала, что звукозаписывающий лейбл за 7 лет недоплатил ей 50 миллионов. Нехило так. По словам Татьяны Лепницкой, так на самом деле зовут Бьянку, ее просто кинули. Но она вовремя спохватилась и теперь решила через суд получить эти бабки. Такое уже было несколько раз и раньше. Поэтому выбивать бабло ей не привыкать. Вади не лишние деньги. Я помню, когда Бьянка была у меня на интервью, то говорила о мечте сделать липосакцию живота и увеличить ягодицы собственным жиром. С помощью такой процедуры в 2018 году смогла кардинально преобразиться Анна Асти. Это удовольствие, которое по-научному называется липофилингом, не из дешевых. Ну, по доходу и расход, как говорится. Напомню, королева РНБ в России несколько лет назад из-за серьезного гормонального сбоя набрала 30 килограммов. По словам Бьянки, за спиной у нее будто постоянно был 30-килограммовый рюкзак. В итоге она пошла к эндокринологу, прошла курс капельниц, занялась фитнесом и начала сбрасывать вес. Так что теперь отсудит 50 лямов. И пойдет делать ягодицы мечты, вкачивая туда свой же жир. Сочную, как у булатки. Такой она видит свою новую пятую точку. Короче, пожелаем удачи Бьянке в достижении ее мечты. И чтоб ее не пытались похитить больше. Ну, а мы продолжаем выпуск. И сейчас мне очень хочется помочь материально рэперу Матрангу. Помните такого? Он еще пел. Медуза, медуза, медуза. Дальше ничего не помню, что там. Так вот, этот самый Матранг сейчас сидит без копейки. И не где-нибудь, а в Таиланде. И теперь клянчит у фанатов деньги на дорогу домой. Мол, сами мы не местные, помогите куском хлеба. Так пить хочется, что переночевать негде. А в случае с Матрангом и жить негде. Интересно, что до сих пор исполнитель хита Медуза был вполне доволен жизнью за границей. Я готов ночевать на улице сколько угодно. Лишь бы ощущать легкими соленый от морской воды воздух. Волшебный тайский воздух, из недр которого рождается добрый дух буддизма. Вот так он говорил, поэт практически. И куда все делось? Когда бабло кончилось, то и настроение артиста поменялось. Тут тебе прямо по классике. Дым отечества стал сладок и приятен. У меня нет ни денег, ни телефона, говорит он. Тайцы меня бесплатно кормят, в долг дают. Что, подкините бабок? Поделюсь с вами видео с голосом, чтобы вы точно знали, что я правда нуждаюсь. Немножко в деньгах. Немножко нуждаюсь, как изящно. Потом Матранг стал клянчить деньги на билет до России и скидывать свои реквизиты. Мол, дайте только домой вернуться. А там он разберется со своей жизнью и все порешает. Алан, так на самом деле зовут певца, давил на жалость и говорил, что ему надо к маме поехать. Надо домой, мне к маме съездить. В итоге в бой пошла тяжелая артиллерия. У меня страшная беда случилась. Бабушка умерла. Мне очень плохо. Никто не помогает. Все прячутся от меня. Впрочем, Матрангу, кажется, зная его пристрастие, вообще мало кто поверил. Это же целый воз проблем. От алкоголя до запрещенных препаратов. От Басты и Скриптонита, коллег кукующего в Тае Матранга, многие стали требовать помощи. Но тут, где сядешь, там и слезешь. Скриптонит возмутился и посоветовал тем, кто к нему обращается, самим проявить благородство. Вообще, в этом Таиланде, где застрял Матранг, как-то не везет звездам. И участников группы Би-2 арестовали и оштрафовали. Отменились выступления комика Руслана Белого и Максима Галкина, оба признанные иноагентами. А также украинской певицы Светланы Лободы. Остров невезения какой-то. Следующая новость тоже про морскую державу. Израиль, в котором аж четыре моря, определился с участником Евровидения. Оно пройдет в начале мая в шведском Мальме. Я вспомнила, как в 2013-м мы там все болели за Дину Гарипову. Ту самую, которая выиграла шоу «Голос». Так вот, Россия в этом конкурсе песни снова не участвует. Но все равно будет там присутствовать. Представьте, что от Израиля поет там певица Эден Галан, которую все помнят по российскому шоу «Детский голос». Эден там была в команде Пелагеи. А еще она пела с Нюшей на «Детской новой волне» в Крыму. Интересно, пустят ли ее теперь в Евросоюз. Но самое главное, она пела с дочкой Григория Лепса в группе «Космос Геллс». А поскольку Лепс выступает на Донбассе и известен своей позицией, то чувствую, Эден хлебнет на этом Евровидении. Хорошо, если не побьют. На Евросонге будет еще одна блиставшая в России певица. Участница «Новой волны» 2014 года Нуца Буладзе. Представит там Грузию. В следующий раз я вернусь к этой теме и расскажу про других известных нам участников этого смотра европейской самодеятельности. Ну а мы все еще едем дальше. И на очереди у нас Никита Калагривый. Любимка мой. Который в дошумевшем слове «пацана» сыграл Кащея. Говорят, кстати, что теперь он может сыграть Владимира Жириновского в биографическом фильме. Актер очень похож на политика в молодости. Но это бабушка надвое сказала. Зато точно известно, что Никита в последнее время стал очень хорошо зарабатывать. Говорят, гонорары в три раза выросли. Но кроме того, что он зарабатывает, еще и самоутверждается за счет других звезд. Молодой да дерзкий актер уже успел назвать недостаточно талантливыми. Александра Абдулова, Иннокентия Смоктуновского, Ивана Янковского, Сашу Бортич. Раскритиковал он и Данилу Козловского, заявив, что на актера просто надели костюм и сказали, как разговаривать в картине Духлес. За все это Калагривый получил прозвище Душнилы, Неадеквата, Токсика, Выскочки и Зазнайки. А многие его все просто крутят у виска. Очередной камень полетел от Калагривого в Оксану Акиншину. Мол, посмотрите на звезду с красным дипломом и профессиональным образованием. Якобы в шутку. Замечу, что у Оксаны нет даже законченного среднего образования. Она с 13 лет снимается в кино, а потом начались дела амурные, и вовсе стало не до учебы. До 15 лет Акиншина встречалась с актером Алексеем Чадовым, после чего жила с Сергеем Шнуровым. Строила отношения с Алексеем Воробьевым. Дважды была замужем. Вот мощная же за у актрисы. Словом, прошла к 36 годам и Крым, и Рым, и Лабутена. Видела я тут, как он сбежал из студии Александра Гордона. Я такие Димарши называю. Ноги мои не будет больше на вашем плече. Оказалось, что Гордон раскритиковал представление Калагривого о показанном в студии фильме и заявил, что после его описания ни за что бы не пошел смотреть такое кино. Началась перепалка со взаимными упреками. Калагривый встал и со словами «Я с вами диалог не найду» покинул студию. Пусть приходит ко мне на эфир, кстати, и я не с такими вообще язык находила. В общем, это не первый скандал с участием молодого артиста. Рассказывают, как он обычно ведет себя на съемках. Психует, кричит, находит себе жертв среди персонала. Почти как я. Это именно то, что нужно у меня в шоу. Так что жду в гости Никита Калагривый. А у меня на этом все. Я пошла готовиться к интервью с Джо Байденом. От меня тут подписчики потребовали, чтобы я отправилась к нему в Вашингтон. Такер Карлсон приехал же к лидеру нашей страны. Кстати, классная беседа получилась. А я чем хуже? Лишь бы только старина Джо не заснул в студии. А вам спасибо, что посмотрели этот выпуск новостей до конца. Одевайтесь теплее, впереди морозы. Да когда уже это кончится? А мне будет только теплее от мыслей, что вы подписались на мой канал. Не забыли поставить лайки и оставить комментарии. С вами была я, Алена Блин. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok